МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Затем две темы. После 13 часов будем говорить о мероприятии, о важном мероприятии, о четвертом форуме предпринимателей «Вин-вин говорит малый бизнес». Состоится он в нашем городе 17 и 18 мая. И у нас в студии в том числе будет организатор этого мероприятия Наталья Поздышева и одна из участниц, руководитель компании «Три Грации» Елена Вербицкая. Ну, а первый час, так получается, что это короткая неделя, очень рабочая, всего лишь три рабочих дня. И впереди, в субботу и воскресенье, нас тоже, в общем-то, ждет большое мероприятие, весьма ответственное, о котором мы неоднократно говорили в нашей студии. Это открытие проекта «Пешеходная Спасская». У нас в гостях сейчас в студии находится президент Вятской торгово-промышленной палаты Андрей Усенко. Андрей Леонидович, добрый день. Добрый день, коллеги. Понимаю, что очень ответственно. Да, сейчас вот говорили, говорили очень много лет, а тут все это обсуждение в такую активную фазу вошло, в фазу активных действий, и вы непосредственным участником этого процесса являетесь, так мягко говоря. Мягко говоря, потому что прямой взаимосвязи у меня, у торгово-промышленной палаты, ну вот прямой взаимосвязи нет. У этого проекта есть свой оператор, у этого проекта есть наполнение, есть структуры, которые занимаются его организацией. В данном случае, наверное, будет правильно искренне сказать, мне очень хотелось, вот, ну, хотелось прямо, чтобы в городе появилось такое пространство, многие из нас приводят в пример другие города, где есть пешеходные улицы. У нас начинался этот процесс там с части Спасской между Лениной и Казанской. И вы правы, действительно, много лет так или иначе эти проекты обсуждались, причем и в отношении Московской, и в отношении Спас, каких-то еще вариантов, но в прошлом году, пройдя по улице и посмотрев... Совместно с губернатором? Ну, потом уже с губернатором, да. Пройдя по улице, я подумал, ну, наверное, надо брать и делать. Получится? Хорошо. Не получится? Я, по крайней мере, честно скажу, что сделал то, что считал правильным. Значит, пока получается, и действительно 13-го числа проект начинается. И я, честно скажу, у меня очень трепетное отношение. В нем для меня нет там ни бизнеса, каких-то интересов, ни еще чего-то. Понятно, что опосредованно предприятия, организации, расположенные на территории улицы, получат там и коммерческую выгоду, как члены торгово-промышленной палаты, трафик, внимание там, да. Но я считаю, что это там проект, вокруг которого объединились и администрация, там, оргкомитет 650-летия, дирекция, горожане неравнодушные. Вы, на самом деле, ну, мало кто знает, с каким интересом участники звонят нам в дирекцию, чтобы там выставиться на этой спасской художники, музыканты, какие-то там молодежные активности. Ну, то есть, всем интересно. Поэтому я искренне надеюсь, что проект станет органичной частью городской среды, что через некоторое время этот отрезок улицы по выходным будет пешеходным, совершенно комфортно для всех. Ну, вот мне много раз задавали уже вопрос по поводу как раз-таки перспектив. То есть, вот пока мы говорим только об этих выходных. Или все равно уже есть какие-то наметки дальше? Ну, просто люди спрашивают, это теперь всегда будет? Ну, смотрите, там разовая акция. Ну, нет, мы говорим о том, что на период 2023, ну, лета даже, я бы так сказал, там, май, июнь, июль, август, сентябрь 2023 года, пешеходная улица, вернее, Спасская улица на участке от Володарского до Ленина, и от Ленина до Казанской, там в стационарном режиме от Володарского до Ленина на выходные и праздничные дни становится пешеходным. То есть, это уже все принятое решение? Это принятое решение, это заявка, поданная в городскую администрацию. С чем связано вот такое разделение на 13-14, да, и остальные дни? С тем, что 13-го числа это открытие проекта, плюс совмещенное с открытием туристического сезона на Вятке, большого мероприятия, которое здесь достаточно знаковым является. И плюс мы со всеми абсолютно договорились, и на многих встречах, и на всем, что по итогам этих двух дней мы смотрим на то, как отработал, как прожил эти два дня этот проект, какие сложности возникли, что надо подкорректировать, и на предстоящие выходные эти коррективы уже вносим. Ну, вот смотрите, Андрей Леонидович, вот про 13-е и 14-е мы уже достаточно много говорили, да, там, о тех мероприятиях, которые будут. Что касается дальнейшей судьбы улицы, каждый ли раз человеку, вот, ну, понятно, да, если речь идет о какой-то торговле, да, определенно, то есть мы там связываемся с дирекцией, с Центром развития туризма, если это просто человек, я не знаю, да, вот, уличные художники, поэты, там, музыканты, еще кто-то, им тоже нужно будет оформлять некий, ну, входной билет, там, да, назовем это виртуальный, или человек может просто прийти, я не знаю, со своим инструментом, со своим мольбертом и просто вот собственным желанием, да, присесть, наполнить улицу. Ну, смотрите, во-первых, вот эта мысль, которую мы, там, я стараемся донести, это в первую очередь пешеходная улица. Это не улица, наполненная рынками, торговлей, концертами, всем, это в первую очередь пешеходная улица, пространство, где комфортно перемещаться жителям пешком и гостям нашего города. Что касается наполнения, периодически в те или иные выходные дни на территории пешеходной Спасской, как такого городского пространства, будут проводиться организованные мероприятия. Но это не будет нон-стоп формат и в течение каждых выходных, и в течение выходных с 10 до 6 вечера, да. Мы планируем проведение там различных музыкальных фестивалей уличной культуры, мы планируем проведение дней районов, привозить сюда районы, показывать их потенциал. И в эти выходные уже будет заделан? В эти выходные будут, да, будут, ну, такая коллективная экспозиция, а потом мы планируем делать это, ну, индивидуально по районам, там, условно говоря, Котельнический район, его культурный потенциал, социальные, там, туристические программы. Но это не значит, что там постоянно будет какой-то там нон-стоп формат. Ну, в общем, людям не нужно ждать, что они пришли, и их начинают развлекать. Да, это все-таки формат достаточно привычный нам с точки зрения тех, кто бывал в других городах и бывал на пешеходных улицах. Там есть некие очаги активности, и мы бы, конечно, хотели, чтобы они постепенно становились самыми, ну, такими образующимися, да. То есть, действительно, как вы говорите, пришел музыкант, встал, поиграл. С другой стороны, мы понимаем, что на первое время, скорее всего, это потребует какой-то, ну, координации, по крайней мере, чтобы это не превращалось в какофонию по звуку, чтобы это не мешало жильцам домов. Поэтому дирекция по празднованию 650-летия будет эту координацию осуществлять. В дирекцию сейчас можно позвонить и узнать, где какие зоны. Потому что есть зоны детских игр и аниматоров, где развлекаются с детьми. Вряд ли стоит туда ставить, там, уличного музыканта вставать, да, который, там, ориентирован на взрослую аудиторию. То есть, это зонирование есть. Есть точки подключения, которые необходимы для, там, электроаппаратуры. Есть понимание, где будут зоны, там, общественного питания. То есть, лучше все-таки в дирекцию позвонить и, ну, согласовать. Потому что это тогда позволит выстроить, ну, собственно говоря, комфортное участие тем, кто хочет. Ну, некую логистику, да? Да, потому что если 13-е число, например, у нас это вот открытие тур-сезона, в первую очередь, и самого проекта, мы пытаемся его насытить, показать, показать все возможности того, что может быть на Спаскету. Например, второй день, 14-й, это такой, ну, мы условно его называем культурный день. Это как раз галерея прогресса, художники, музыканты, начинающие художники, пожалуйста, экспозиции. То есть, вот такой культурный променад. Местные жители, те, кто живет на улице, много ли в итоге оказалось жилых домов? Я, если честно, визуально не помню, что из них жилое, из этих зданий, что принадлежит учреждениям. Ну, на самом деле, жилых домов немного интереснее, ну, вернее, неожиданно не оказалось другое. Оказалось, что целый ряд государственных организаций, которые мы изначально предполагали, что выходные не работают, они работают, оказывается, да. И тоже там искали способы регулирования. То есть, и суд, оказывается, работает по субботам, рассматривает определенные дела. Это которые ленинские. Да, и в неведомственной охране там как бы надо, то есть, вот, ну, урегулировали. Что касается жителей, я изначально там занимал личную позицию и пытался ее донести о том, что это должен быть проект, который будет комфортен всем. Такие проекты, ну, в хорошем смысле слова, не выстреливают, да, если они кому-то доставляют дискомфорт. И в данном случае, там, я могу точно сказать, я лично встречался с жильцами домов. Ну, со старшими по домам, так скажем, да, там общих собраний не проводили, но я встречался с несколькими жильцами дома по Спасской 16А, это дом во дворе за бывшим зданием Росреестра, там, индивидуальный жилой. У них вообще другого выезда на улицу нет, то есть, только через Спасскую. Я встречался со старшей домов, объединяющей три дома, Спаская 12, 12А и 12В, по-моему, это за центром детского творчества, там, во дворах, вот, центром детского развития. У них аналогичная, видимо, история, тоже выезд. У них выезд на Спасскую, но у них есть дублирующий выезд на Герцена, и мы сейчас с администрацией работаем о том, чтобы его открыть. На наш взгляд, там, ну, мы смотрим, возможно, там есть ворота, закрывающие этот выезд, надо решить вопрос по проезду через территорию прилегающих зданий, мы решаем этот вопрос. Тогда, по сути дела, у нас есть еще на нечетной стороне улицы жилые дома, но у них тоже есть на Московскую выезд, там, где в районе Дома офицеров бывшего. Вот, поэтому и есть еще один жилой дом напротив Росреестра бывшего, по ним тоже. Мы предусмотрели эту возможность следующим образом, вернусь к разговору с жильцами. Все, в принципе, позитивно достаточно воспринимают. С негативом, вот прямо там, отрицанием, я не столкнулся ни в одном из случаев. Ряд жильцов, там, например, по Спасской-12, они говорили о том, что, ну, и хорошо, что с утра они будут гонять в выходные дни машины, там будет, как бы, спокойный режим. Что вызывало беспокойство? Первое, это въезд, выезд на автомобилях. Значит, мы договорились и с ГИБДД, и с регулирующими структурами о том, что будем, ну, составили списки автомобилей жильцов по номерам, и со стороны улицы Свободы будет оставлена возможность заезда и выезда. При этом с жильцами мы, ну, собственно говоря, поговорили о том, что это должно быть безопасное движение по пешеходной улице. То есть это вот тот дом, у которого единственные заезды. То есть такой вариант не пройдет, что кто-то там решил приехать до этого местечка и оставить свою машину во дворе, мол, чужака не пустят, да? Там, да, там список номеров пошли именно по этому пути, потому что, еще раз говорю, проговаривали. Изначально предполагался формат по прописке, то есть показываешь паспорт, проезжаешь, но у некоторых жильцов собственность есть, квартира там, да, прописка же в другом. В наше время собственность довольно размыта зачастую. Поэтому продуманы эти ситуации. Значит, вот первый въезд-выезд, это мы с жильцами проговорили, обсудили. Второе, это, ну, так скажем, размещение и наличие туалетов. Да, действительно беспокойство, потому что дворы, люди пойдут, возможно. Ну, здесь два пути. Первый, это, собственно говоря, установка биотуалетов, она предполагается в рамках реализации проекта, городадминистрация берет на себя эту обязанность. Ну, и второе, это все-таки контроль за порядком, причем как посредством сотрудников МВД, которые будут находиться на территории, так и через средства видеонаблюдения, там, ну, и подсветки, тоже решаемый вопрос. Закончу. Третий вопрос, который был у жильцов, это, ну, режим музыкального сопровождения, так скажем. Чтобы не слишком рано и не слишком допоздна. Да, то есть есть... И не слишком громко. Да. Ну, вот вопрос по громкости был, что маленькие дети, улицы, там, вот мы, опять же, вот 13-14-го будем смотреть на расположение зон, на график тех или иных активностей. И еще раз говорю, задача не концертную площадку создать, задача пешеходную сделать улицу. Поэтому, если будет мешать музыка, музыка будет убираться. В приоритете пешеходное пространство и интересы жильцов. Там точно нет задачи, там, сделать дискотеку. Ну, на самом деле, в плане шума, ведь один из таких наиболее раздражающих звуков, это когда микрофон, колонка, и вот у тебя на фоне постоянный вот этот крик в микрофон, ну, который присущ любому городскому празднику. Тут я имею в виду на пешеходной улице, да? Да, вообще везде. Да, везде. Ну, вот, нет, я имею в виду, если ты живешь где-то там рядом с театральной площадью или еще где-то, когда проходят массовые мероприятия. В принципе, в моем понимании, на пешеходной улице тихо-то быть и не может. Да нет, может. Ну, вот смотри. Все равно какие-то вот эти действия происходят. Ну, они действия происходят, но они происходят без усиления, без сильного. То есть, тебе портал это мощный, никто их не ставит. Я еще раз говорю, никто и не предполагает там дискотеки, да, то есть, вот будет открытие турсезона, будет сцена, действительно, с культурными там выступлениями, концертными выступлениями, но это разовые мероприятия. В дальнейшем мы переходим просто в режим там, ну, да, уличный музыкант, он стоит, у него колонка, он играет. Громко попросили, убавил. Здесь есть все способы, ну, урегулирования этих ситуаций. Это, собственно говоря, общественное пространство, которое и так, на которое распространяются все правила, там, действуящее сейчас. Более того, мы, например, изначально не предполагаем вечерних активностей. Мы поработали с городом над тем, чтобы улица была подсвечена дополнительно, и надеемся, что разовьем эту тему через подсветку еще самих зданий, значит, и дополнительную. Но вот в вечернее время мы вообще активности не предполагаем. То есть это просто прогулочная улица, на которой можно пройтись, там, выпить кофе, погулять с детьми, может быть, купить какие-то сувениры, привезти гостей и создать вот этот замкнутый маршрут наш, да, по городу, который, собственно говоря, и складывается. Потому что, ну, наверное, надо об этом сказать, да, много говорили про московскую, и мне говорили, почему Спасская, а не московская. У меня, ну, вот, как сказать, есть ключевая претензия к московской, да, или ключевой фактор, который, ну, на мой взгляд, мешает ее сделать пешеходной, это тупиковая история с Лениным. Ну, вот, я Владимиру перед эфиром говорила, мне вчера задали этот вопрос московские друзья, мы гуляли вчера по Спасской, они тоже спросили, а почему московская, вроде мы шли по московской, там практически все здания, фасады приведены в порядок, ну, то есть она просто выглядит опрятней. Я тоже назвала вот этот фактор, что московская упирается в Ленина, где плюсом нет пешеходного перехода, то есть даже улицу перейти не больше. И не может быть его. Вот, на что мне сказали, что достаточно вот этого Ленина, я не помню, это четная или нечетная сторона, просто привести в порядок, и она тоже достаточно симпатичная, и несложно прогуляться по ней до Спаской, собственно, до пешеходного вот этого кусочка. Да, ты все-таки нечетную, да, имеешь сторону, то есть противоположную... Не переходить в улицу. Противоположную от бывшей центральной гостиницы. Да. То есть ты вышел с московской, и вот тут же по Ленину пошел вниз. Вы знаете, я здесь, честно говоря, занимаю такую позицию. Вот, наверное, там жители и время могут рассудить, что лучше. Вот я был бы очень рад, если бы кто-то взял и инициировал проект пешеходное московское. И мы бы сделали одни выходные, попробовали на Спаской, вторые выходные на московской. И такая вполне себе здоровая конкуренция. Ну, оценили, посмотрели, там, поняли, что вот здесь так удобнее, а здесь вот не так удобнее. Но я только за. Вот, честно говоря. Если и Спаску, и московскую, и сделать его так вот кругами выходить, выходить. Поэтому у меня... Есть ли такие примеры пешеходных улиц? Она не обязательно должна быть вот прямая, да? Слушайте, ну, на самом деле есть разные примеры. Можно соригинальничать, но, понимаете, обсуждать... Вот я почему говорю, в прошлом году вот я решил, ну, там, ну, давайте попробуем сделать уже. Ведь, ну, не выстрелит, не получится что-то. Ну, мы, по крайней мере, будем понимать, что, ну, не выстрелит. Коллеги, давайте подключим Александра Баева к беседе, начальника отдела транспорта администрации Кирова. Александр Олегович, добрый день. Добрый день. Да, приветствуем вас. Мы говорим об открытии пешеходной улицы Спаской, об организации, вернее, пешеходного движения, в предстоящей, в первую очередь, выходной. И хотелось бы, безусловно, разъяснить нашим слушателям, жителям, как вот эта транспортная составляющая, как эти потоки будут там организованы, где можно будет проехать автомобилистом, где нельзя. Вы обладаете этой информацией. Поделитесь, пожалуйста, с нами. Ну, значит, улица Спаская на ближайшие выходные дни, а именно 13 и 14 числа, станет пешеходной. Значит, ограничение движения по улице будет вводиться постепенно, начиная с 12 мая, а именно с 18.00 будет ограничена стоянка и остановка транспортных средств. Полностью движение будет, значит, закрыто с 20.00 12 мая. Все указанные ограничения будут действовать до 3.00 ночи 15.00 мая. Значит, въезд экстренных служб и жителей, проживающих в районе перекрытия данной улицы, будет обеспечен со стороны улицы Свободы, где будет дежурить наряд ДПСГИБДД. Дежурные блоки, да? То есть в задаче наряда этого на пересечении Спаской и Свободы это пропуск или что там? Пропуск, да. Будет пропуск именно сочетаться, то есть жителей, проживающих на указанной территории, и экстренных служб. Потому что на улице Спаска у нас находится суд, у нас находится управление Росгвардии, у нас находится прокуратура, там Жанна Володарского рядышком, поэтому, то есть, данная, значит, организация, они могут и в выходные дни в необходимые... Да, мы понимаем, нуждаются в том, чтобы передвигаться. ДПСГИБДД все два дня будут дежурить? Да. С утра до вечера? С утра до вечера, да. Еще не уточнили мы, Александр Олегович, где будет запрещена стоянка, вот заранее, еще с пятницы. Какой участок мы имеем в виду? Участок от улицы Володарского до улицы Ленина по Спаской. По Спаской? То есть, да. Значит, у нас будут стоять бетонные блоки перекрытия, то есть после по Спаской, это получается, после пересечения улицы Володарского, будут стоять бетонные блоки, и также будут стоять бетонные блоки по улице Свободы, значит, со стороны Московской и со стороны Герцена перед въездом на улицу Спаскую, и бетонные блоки будут стоять перед улицей Ленин. С точки зрения безопасности, насколько серьезные меры еще собираетесь предпринимать? Ну, именно вот по организации дорожного движения. Ну, вдруг вот какой-то вот лихач появится, что прям вот ни жить, ни быть, ему там надо проехать. На самом деле, я думаю, что мы на данном этапе все нюансы предусмотрели, максимально пытались их предусмотреть. Значит, скажу сразу, что подобные мероприятия у нас в городе, в регионе проводятся впервые. Ну, и в связи с этим будем, значит, опыт приобретать в первые выходные, когда она будет в состоянии пешеходной, и будем в последующем при перекрытии уже учитывать, то есть какие-то все нюансы возникнут. Но на данный момент считаю, что все меры, черпущие для обеспечения безопасности граждан, приняты. Александр Олегович, еще момент по поводу пересечения Ленина и Спаской. Я так полагаю, что поток людей будет достаточно большой, а светофор, насколько я помню, там достаточно короткая фаза. Вот там будут сотрудники ГИБДД следить, чтобы люди не выбегали на Ленина, на красный свет. Ну, я думаю, что данный вопрос мы тоже учтем. То есть, в принципе, данный вопрос прорабатывался. Насколько я помню, меньше 20 секунд. Там немного, да, и плюс там еще достаточно тяжелый спуск на Ленина, там заведение. Я думаю, что мы посмотрим, и, возможно, попытаемся добавить. Попытаемся добавить, это время просто увеличить. Ну, в общем, все, ну, по крайней мере, многое будет зависеть именно от этого первого опыта, как пройдут эти выходные, как действительно пешеходы себя поведут. Мы уже поняли, что, в первую очередь, для пешеходов это все организуется. Да, спасибо. Спасибо большое. Александр Баев, начальник отдела транспорта администрации Кирова, дал пояснение по поводу организации дорожного движения на этом участке. Уяснили. С вечера пятницы уже начнутся подготовительные. Ну, смотрите, по поводу того заведения, которое на Спасской, на существующей уже. Я помню, в прошлом сезоне был какой-то небольшой скандал, связанный с тем, что они перекрыли вот этот кусок, и неудобно перемещаться теперь стало. И вот я на выходных в этом убедилась на собственном опыте. Это перекресток Спасской и Ленина. Там офшор, если я правильно помню название. У них вынесена вот эта летняя терраса, но вот этот летник у них, он как полустационарный. Ну, то есть это не просто столики, которые можно обойти, то есть это прям... Ну, там подиум организован. Да, подиум. И этот подиум, это ты как раз... Мешает потоку, да? Ты упираешься в него, то есть ты перешел светофор, тут вот переломанные плиты, ступеньки, и ты, получается, у тебя ход... Там уже поменяли, да. Ну, вот на выходных там еще такой... Такой агрессивный маркетинг, сразу к нам, да, переходите. Нет, там нельзя ходить, потому что если ты пытаешься пройти через них, они ругаются, что вроде бы тут у нас заведение, вот тут... Вот, и друзья мои были с коляской, и это действительно, да, доставило некоторые неудобства, и просто учитывая вот тот поток пешеходов, который будет, я думаю, наверное, они будут упираться вот в эту террасу. Вот, коллега, здесь у меня два момента. Минуту до рекламы. Да, ну, коротко я про поводу сотрудников скажу. На самом деле достаточно много, порядка 30 волонтеров будет работать еще на территории всей улицы, которые будут следить и за порядком, и помогать ориентироваться. Что касается заведений, которые расположены, также мы со всеми общались, все готовы, так скажем, организовать свою работу все-таки с учетом комфорта для тех, кто ходит. Потому что негативное восприятие заведения, в первую очередь, негативно сказывается на нем самом заведении. Поэтому, мне кажется, те офшоры, о которых вы говорите, учли ситуацию прошлого года, и должны будут доработать свою территорию так, чтобы она была комфортной. Очень коротко, коллеге, скажу, опять же, вспомните все и другие там российские города, и в том числе и европейские города, где существует пешеходная улица. Там зачастую, зачастую ты вот так вот ходишь. Это не проблема на самом деле. Но главное, чтобы у тебя была эта возможность идти. А вот когда тебе идти совсем не дают... Чтобы не было серьезных приказов. Здесь она есть, и вот давайте вспомним тех же ваших московских гостей, которые сказали, да мы с московской спустимся. 30 секунд нам подсказывает звукорежиссер. Все-таки давайте будем подчиняться, соблюдать регламент. Небольшая реклама сейчас будет, полтора минуты, и мы продолжим. С нами в студии Андрей Усенко, президент Лиатской торгово-промышленной палаты. Еще ни разу мы даже не сказали, во сколько начнется, собственно, в официальное мероприятие в 10 утра. В 10 утра, 13 мая в 10 утра. И возрастных ограничений, насколько я понимаю, нет. Это ноль плюс, да, собственно. Всех рады. От мала до велика. Я думаю, что даже еще не родившихся кировчан рады видеть. Про туалеты все хочу спросить. Ну, биотуалеты понятно. Насколько готовы заведения, которые расположены на Спасской, ну, на каких-то условиях пускать к себе людей? Возможно, там, не знаю, за какие-то деньги. Уж бесплатно, ладно, говорить не будем. Мы не проговаривали это. Вернее, мы не проговаривали именно прям условия допуска за деньги. Потому что все-таки у заведений, ну, основной источник дохода точно не платный туалет. Это понятно. Я к тому, что люди обычно возмущаются тем, что, ну, нельзя просто взять, зайти в чужой туалет. Ну, с теми же детьми бывает, мы же знаем. Ну, просто... Ну, вот, коллеги, давайте так. Я думаю, что здесь все зависит от того, с каким настроением мы все, собственно говоря, будем на этой улице находиться и работать, да. Все, с кем я разговаривал с точки зрения расположения на улице, очень позитивно проект воспринимают. И настроены на то, чтобы быть гостеприимными, быть, там, доброжелательными. И эти вопросы регулируют. Я, честно, ну, вот, опять же, мое внутреннее ощущение такое, не прогнозирую прям какой-то экстраординарный поток людей вот в эти праздники. Потому что я специально, опять же, в майские праздники проехался по набережной у нас, по паркам, посмотрел количество гуляющих людей. Ведь, по сути дела, речь идет о том, что мы еще одну такую зону создаем. Но вот у нас набережная работает в стационарном режиме. Много лет уже, да, в пешеходном ходят, гуляют люди, там, различные развлечения, там, флеш-мобы, там, танцы военных лет, песни были тут, здесь. И у нас не возникает вопроса о том, как, ну, вот, что-то, как экстраординарно это что-то воспринимать. Мы надеемся, что со временем, по выходным, Спаская станет таким же, собственно говоря, пространством, на котором можно комфортно и интересно погулять. Станет вот этой точкой притяжения. И мы надеемся, что все приложат к этому свои усилия. По крайней мере, пока над проектом, ну, собственно говоря, так и происходит. Я думаю, что если у кого-то ребенок захочет в туалет, то, учитывая концентрацию заведения общественного питания на Спаске, этот вопрос можно будет... Да в туалет не только люди хотят, ой, дети. Чего уж там. Хорошо, хорошая фраза получилась. Не только люди, но и дети. Звонок у нас есть. Да, да. Кстати, вы говорили о том, что, ну, обсуждался вопрос, там, дополнительной подсветки, но вопрос в том, что допознатые не планируются, а дополнительная атрибутика какая-то будет впоследствии на Спаске? Ну, вот как-то вот обозначить еще, да, что это пешеходный участок. Ну, во-первых, да, планируется приведение в порядок. Вообще у меня в мечтах, я пока еще там, ну, не скажу, что это решаемый вопрос, там, или что обсуждаемый даже, но я, например, вижу ее там в брусчатке. А, в мощеный, в мостовой там, да, как бы, ну, то есть сама улица должна быть так характерна. Алексей Чепцов с нами на связи, руководитель дирекции по организации 650-летия Кирова. Алексей Валерьевич, добрый день. Добрый день. Да, приветствуем вас. У нас пять минут для того, чтобы еще добавить информации по поводу пешеходной Спаской. Мы знаем прекрасно, что это и для вас очень значимый такой трудоемкий проект. Как, Алексей, оцениваете в перспективе пешеходную Спаску в плане развития, да, привлекательности туристов? Много ли людей захотели вот в эти выходные принять участие в мероприятиях? Что обязательно там должно быть, на ваш взгляд? Сколько вопросов. Да, много. Спасибо. Спасибо любимому радио, что обратились. Конечно, проект сложный, потому что он сначала, когда мы планировали, было больше вопросов, чем ответов. Но благодаря инициативе Гадской торгово-промышленной палате мы подключились и дирекции, и туристический кластер. И началось общение не только с бизнесом, который расположен на данном участке улицы, а еще и с государственными структурами, а там их немало. И самое главное, с жителями, которые проживают от Володарского до Ленина. С каждым днем негативных вопросов и недопониманий становится меньше, а положительных каких-то моментов больше. И мы прямо радуемся, что 13-го, когда откроется этот участок, я думаю, что это будет праздник не только жителей города, а еще и районов Кировской области. Потому что 13-го – это турсезон, и приедут многие районы, в том числе и гости других регионов, представить. Вопросы будут. 13-е, 14-е, я для себя считаю, что это тестовый режим. Мы прямо 15-го соберемся, посмотрим, что получилось, что не получилось, чтобы у нас было 5 рабочих дней, исправить всю ситуацию, так как проект предполагается, ну, условно, до 2-го октября включительно, на весь летний сезон. Если я не ошибаюсь, это 43 выходных и праздничных дня в этом сезоне у нас. А, Алексей Валерьевич, забыла. Ага, вот что я хотела спросить. Вспомним, поможем. Возможно, я не знаю, получится найти какие-то деньги, да, в плане ремонта фасадов, приведения в порядок где-то там тротуар, где-то озеленение еще чего-то вот в ближайший сезон. Смотрите, точно жители города уже могут увидеть добавленные светильники, уличное освещение. Администрация города очень трепетно к этому проекту относится, прорабатывают в ежепрямоминутном формате. Я вчера наблюдал, как вешали гирлянды, то есть эта улица будет вся светиться дополнительным освещением, не только прожекторами, а еще красивыми уличными гирляндами. И прямо на днях сегодня-завтра жители уже будут наблюдать все гости улицы, новые малоархитектурные формы, скамейки, урны. Они будут установлены, а на выходные будут привозиться туалетные кабины. Они привезутся в пятницу, увезем их с воскресенья на понедельник вечером. То есть эти моменты все прорабатываются, и, конечно, в будущем мы надеемся, что данный проект будет только развиваться, потому что и интерес бизнеса есть. А скамейки, они останутся? Они останутся. Мы сегодня прямо определяем места. Администрация города активно работает. Если там участок улицы довольно неширокий, если в каких-то местах, куда поставят скамейки, вдруг жители скажут, что здесь неудобно, на выходные они будут сдвигаться. Этот вопрос мы тоже на совещании прорабатываем. Еще один немаловажный момент. У нас минута остается. С нами Андрей Леонидович Усенко в студии. И он в том числе говорил о желающих поучаствовать, затем представить свое творчество художественное, музыкальное. Обязательно к вам в дирекцию обратиться, чтобы регистрацию некую получить. Или просто уведомительный характер будет носить. Можете пояснить, как это делать? Для нас самое главное, чтобы это было удобно и жителям, и малому бизнесу. Поэтому единое окно пока дирекция. Мы думаем, что в формате с торгово-промышленной палатой мы работаем активно в этом направлении. В формате информационном на Спасской будет QR-код, будет телефон, куда можно обращаться. Все это делается онлайн, заявительно очень быстро. Вся информация в наших официальных соцсетях будет. Я так быстро рассвременю. Спасибо большое, Алексей Валерьевич. Алексей Чепцов, руководитель дирекции по организации 650-летия Кирова. До плюс 18 и небольшой дождь в субботу. Мы еще, надеемся, работаем над этим. Не могу на это не обратить внимания, потому что погода для пешеходов тоже важный такой момент. Коллеги, вот я, наверное, завершаю. Хотел бы сказать так. Это наш город. Это наш город, в котором мы живем. И это наш проект. И мы будем очень рады всем, кто к нему присоединится так или иначе. Кто что-то посоветует, кто что-то отметит, что надо улучшить или исправить. Кто примет участие. Кто просто придет и выскажет свое мнение или приведет гостей. Это наш город. Это наше общее пространство. И мы всех на него приглашаем. И всех будем очень рады видеть. Андрей Усенко. Первую часть разворота. На этом завершаем. Спасибо за субтитры Алексея Кубкина. Продолжение следует...